Однако без интриг встречи не прошли. Остром получилось так называемое дерби горьковского направления. Встреча старых соперников, торпеда и Знамя труда. В ходе матча обе команды создавали голевые моменты, однако до реализации дело так и не дошло. Да и фолов было немало, особенно со стороны хозяев. Второй тайм Знамени труда пришлось доигрывать в десятером. Полузащитник Данила Бутримов в начале матча получил желтую карточку, а после второго нарушения правил был вынужден покинуть поле. Реализация опять хромает. Не хватает в концовочке завершающей стадии. Так целый ребят молодцы, старались. Да, было тяжело. Ну, выдержанно, да. Но я имею в виду темп все 90 минут. Опять же, как чуть мастерства и невезение. Не знаю, чего больше. Не хватило нам для победы. Неспокойным получился и матч Мурома со звездой. Красно-черные пытались пробить уже с первых минут, но ворота хозяев спасали защитники и голкипер. А вот к своим воротам муромцы соперников не пускали. Увидеть голевой момент зрители матча смогли уже только в добавленное время. В результате быстрой атаки нападающий Никита Киреев головой направил мяч в ворота. Зажал Муром звезду. Рыбаков туда. Передача опасна. И что? Оффсайд. 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 Положение вне игры. Однако этот гол судья не засчитал из-за офсайда. Итоговый счет матча так и остался нулевым. В итоге сейчас Муром занимает пятое место в турнирной таблице. А Торпедо на 14-м. Следующие матчи команды сыграют 12 сентября. Торпедо примет дома подмосковную Коломну. А Муром сыграет на своем стадионе с молодежкой питерского «Зенита».